Дорогие коллеги, как уже сказали, я представляю кафедру Востоковедни Уральского Федерального Университета, это Екатеринбург. Наш региональный центр Востоковедни достаточно молод, нам, конечно, далеко до таких известных старых центров, которые представляют многие из вас. Для меня всегда, я замечу, большая честь и очень хорошая школа, я всегда говорю, участвовать в мероприятиях, которые организуют, в частности, Востоковедни Российской Академии Наук, с которым я уже довольно давно сотрудничаю. Ну и занимаясь много лет, спасибо вам, историей русской эмиграции, мне довелось работать в архивах в самых разных странах, и в Австралии, и в США, и в разных странах Европы. Ну и когда я приезжаю на конференции Института Востоковедни, то обычно стараюсь делиться какими-то архивными находками, рассказывая о тех документах, которые удалось найти, в документах, связанных, конечно, с историей стран Востока. Вот и сегодня у меня будет такое небольшое выступление, ну и замечу, что мне особенно приятно участвовать в этом мероприятии, не только потому, что я действительно постоянно работаю в архивах, люблю в них работать, но и сам по образованию архивистов. Вот, поэтому действительно очень хорошо, что мероприятие организовано посвященное вот этой теме Востоковедни и архивов. Сегодня речь пойдет о том, какие интересные документы по истории одной из стран Востока, такой страны, как Тунис в частности, хранятся в одном из европейских архивов. Дело в том, что во Франции, в парижском пригороде Нантер, при университете Париж-Нантер находится библиотека современной международной документации, так она называется, и у нее есть архивный отдел, который является вообще-то крупнейшим хранилищем документов по истории русской эмиграции во Франции и французской Северной Африке. В нем более чем 90 архивных фондов, как личных фондов, так и тех фондов образовательных, которых являются различные общественные организации, эмигрантские. Архив содержит и документы, касающиеся истории России XIX века. Замечу, что, например, там есть интересные документы, посвященные восстанию декабристов, между прочим. Но основная масса материала связана как раз, конечно, с XX веком. В частности, в архиве хранятся интересные документы, посвященные формированию казачьих станиц во Французской Северной Африке в 20-30-е годы. Это, например, Кубано-Африканская станица в Тунисе, во главе которой долгое время находился инвалид гражданской войны, полковник кубанского казачьего войска Белый. Состав документов фонда достаточно разнообразен. Это повестки и приглашения на заседания, сведения о казачьих организациях, которые направлялись из Африки в ассоциацию казачьих станиц во Франции, личная переписка эмигрантов, казаков, их мемуары отдельные и так далее. Есть документы в архиве, посвященные службе русских эмигрантов в частях иностранного легиона. Мы тоже хорошо знаем, я думаю, что в этот период немало русских офицеров служило там. В частности, скажем, кавалерийский полк легиона стоял в тунисском городе Сус, известном. И об этом тоже документы есть. Но вот на чем немножко подробнее хочется остановиться, на самой такой для меня, например, интересной коллекции архива, которую удалось найти, это личный фонд Владимира Константиновича Пигулевского, старого эмигранта, бывшего чиновника военного ведомства Российской империи, который в 50-е годы жил в Тунисе. Это довольно редкий, надо сказать, фонд рядового русского эмигранта, не лидера каких-то общественных организаций. Личный фонд достаточно большой, который сохранился. В фонде хранится, во-первых, его весьма объемная рукопись мемуаров как раз о тунисском периоде жизни. Она так, в общем, и называется в Тунисе. Я вот о ней немножко поподробнее скажу. Кроме того, поэтические произведения Пигулевского, он вообще-то увлекался сочинением стихов, хотя не был профессиональным литератором. И там, например, такая интересная юмористическая автобиография в стихах, такая целая поэма, которая рассказывает о всей жизни этого человека. Кроме того, интересно, что он увлекался и сочинением сказок с такими элементами арабской экзотики. Так он в 30-е годы написал сказки Муздамары Дахия, рукописи которых тоже хранятся в его фонде. Ну и вот если говорить о самом главном действительно здесь документе, то есть вот этой самой рукописи мемуаров, то нужно сказать, что она интересна тем, что оценки Пигулевского часто расходятся с теми оценками ситуации в Тунисе, вот как раз периода деколонизации, которые даются в известных нам хорошо очень часто опубликованных мемуарах. Ну, скажем, конечно, все специалисты хорошо знают мемуары Ширинской, Безьерта. Пожалуй, самые известные мемуары целые от других, которые опубликованы. Вот обращать на себя внимание, когда сопоставляешь, например, эти тексты, что в рукописи Пигулевского, например, весьма критично характеризуется ситуация вот в Тунисе эпохи протектората. Он отнюдь не преувеличивает достижения французской администрации и показывает, в общем-то, что для русских эмигрантов было не очень характерно, что вообще-то говоря, деколонизация была во многом закономерна. Вы понимаете, резкой критики подвергает, например, социальную политику французов. Пишет, вот я так процитирую даже, «В Тунисе не было никакого социального обеспечения, потому работай до смерти или подыхай под забором, если не успел себя сам обеспечить». То есть вот таков он Тунис эпохи французского протектората глазами русского эмигранта. Вот, значит, ее воспоминания показывают, что в ее восприятии некий перелом происходит в 50-м, 52-м годах. Как он пишет, «повеяло другим духом. Люди начали чувствовать себя здесь неуверенно, незаметно исчезали из Туниса, потихоньку переводили деньги в иностранные банки, продавали дома и так далее». Изменения чувствовались и в том, что директором библиотеки, где работал Пигулевский, значит, стал пожилой араб, а сотрудниками его молодые соотечественники, которые окончили университеты во Франции, были настроены радикально. Но вот при этом очень любопытен тот момент, что в отличие от большинства эмигрантов-мемуаристов, да, вот если брать, скажем, уповлекованные многие мемуары, значит, Пигулевский показывает, что далеко не всегда радикальная арабская интеллигенция негативно относилась к русским, да, далеко не всегда она их ассоциировала с французами, а очень часто как раз отделяла от французов, да. Более того, он старым человеком, да, значит, уже, и пишет о том, что молодые арабские радикалы даже часто предупреждали его о том, что в городе ожидаются беспорядки, понимаете, то есть, ну, заботясь о его безопасности, да, вот, смотрели, он пишет на него как на человека, сочувствующего араба, да. Постепенно ситуация в Тунисе стала накаляться, и об этом как раз немало, конечно, страниц. В этих записках они, вот тема интересная, что показывают, как, значит, происходит этот процесс деколонизации, да. Народ в городе стал как-то вызывающий дерзок, пишет Пигулевский, особенно женщины, они нахально лезли в трамваи, на улицах идут и не дают прохода, в котле начинается кипение, да. И вот дальше, значит, масса страниц, посвященных и использованию насильственных методов, да, тунисскими радикалами, и теракты описываются, и, значит, митинги и шествия, причем, действительно, интересные такие сюжеты, которые корректируют, надо сказать, вот некоторые оценки, которые были распространены вот как в советской историографии, да, значит, так и в, с другой стороны, в тех же мемуарах эмигрантов, о которых я уже говорил, да. Значит, и вот когда мы, значит, читаем вот в этом источнике, да, как происходит, собственно, процесс падения власти французской колониальной администрации в Тунисе, да, то здесь, конечно, встает фигура такого политика, да, как Хабиб Бургиба, да, естественно, архитектор, так сказать, независимого Туниса, да, значит, и этой личности посвящено в рукописи немало страниц, вот, безусловно, ее нельзя было обойти, да, но вот тоже очень интересно восприятие человека, который создал, да, в общем-то, современный Тунис, значит, восприятие этой личности рядовым русским эмигрантам, да, я кончу, я понимаю, вот, значит, я тут не буду действительно, значит, вот погружаться в эти тонкости, да, значит, скажу, что неоднозначный такой вот образ, да, то есть он показывает как бы разные грани, вот, в общем, действительно, вот понимая, понимая, что у нас, значит, много, значит, и других выступающих, вот, я, наверное, значит, на этом, значит, действительно закончу, да, вот подводя итоги, скажу, что использование документов, хранящихся вот в европейских архивах, в частности, да, вот в архиве в Нантере, оно существенно расширяет наше представление о процессах деколонизации в Северной Африке, в частности, в Тунисе, да, и думается, что, как и во других отношениях, да, многие ценные источники по этой теме еще ждут в российских и зарубежных архивах-хранилищах того момента, да, когда исследователи обратят на них свое внимание. Спасибо.